Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами рассмотрим управляемый по зигбе автоматический выключатель, который должен устанавливаться в электрошкаф. В его задачи входит не только подача и отключение питания на линию, но и обеспечение защитных функций. Как это должно работать и как работает в реальности, я покажу в ходе проведенного тестирования. Модель VDYK ZJSB9125Z, класс автомата C, ток нагрузки 16 Ампер. Количество линий 2, фаза и 0. Способ установки DIN-рейка. Интерфейс управления ZigBee. Количество срабатываний механизма не менее 10 000. Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 65 градусов Цельсия. Уровень защиты IP20. Приехало устройство в довольно объемной коробке синего цвета, запаянная в пластиковую пленку. Никаких приключений с оформлением заказа не было. Чего не скажешь о самой коробке, у нее очевидно некоторые приключения все же были, слегка как говорится жизнь ее потрепала. Упаковка очевидно универсальная для широкой модельной линейки устройств, нужные опции просто отмечаются в соответствующих полях. Хоть стенки коробки довольно тонкие, внутри устройства защищено несколькими плотными противоударными накладками, тут все продумано хорошо. В комплект поставки входит. Собственно сам автоматический выключатель и инструкция. В ней есть несколько важных моментов, про которые я расскажу в этом обзоре. Кто хоть раз в жизни видел автомат, сразу узнает его характерную конструкцию. Толщина этой модели примерно как у трех обычных автоматов на одну линию. Так получается за счет установки микродвигателя. Как я и сказал устройство устанавливается на стандартную DIN рейку, поэтому для нее сзади предусмотрен специальный паз и пара зажимов для надежности крепления. Разъемы для подключения проводов весьма основательны, не будет проблемой подключить даже очень толстые, ведь в этой линейке есть модели на ток до 125 ампер. Нижняя пара контактов, в этом выключателе их два, отключается сразу ноль и фаза. В линейку входят модели на одну, две, три и четыре контакта. Тут все аналогично обычному автомату, рычаги вниз, выключены вверх, включены. С точки зрения логики управления, вне зависимости от количества линий 1, 2, 3 или 4, это все равно один выключатель, так как управление всеми линиями синхронно. Или все включены или все выключены. Для питания электроники автомата нужен ноль, его подача реализована по разному. Автоматы на одну и три линии управляют только фазами, одной и тремя соответственно. Ноль подключается отдельным тонким проводом, только для питания устройства. В этой и соответственно в четырех контактной версии, управление осуществляется и фазами одной или тремя и нулем. Отдельно подводить ноль не нужно, он берется с входа автомата. Автомат оснащается механическим замком, который выглядит как желтая пластиковая вставка. Если ее вытянуть, автомат не получится включить. Это например пригодится при проведении каких-то работ, чтобы никто случайно не подал питание. Для установки назад, надо будет нажав внизу, убрать стопор и задвинуть ее назад. Вот она в выдвинутом положении. Живой тест покажу чуть дальше в обзоре. Нижняя часть вставки упирается в корпус и не даст задвинуть ее обратно, пока на нее не нажать. Еще полезным инструкцией является процесс сопряжения, он не очень тривиальный и хорошо, что его описали. После подачи питания на устройство, нужно перевести специальный переключатель в режим pairing. Затем дождавшись когда светодиод активности начнет мерцать, переключить обратно. И только после этого приступать к сопряжению. Без инструкции догадаться было бы непросто. А вот этот самый переключатель. Он утоплен в корпус, что в принципе хорошо, нет опасности его случайно задеть. А для переключения понадобится плоская отвертка. Пока без нагрузки на тонких проводах, всегда соблюдайте корректность подключения фаза 0. Переключаем в режим pairing и ждем мерцания диода. Теперь возвращаем обратно и приступаем к подключению. Базовое приложение управления для героя обзора Tuya Smart. Для подключения нам нужен любой совместимый с системой ZigBee шлюз, в моем случае Ethernet версия от Moes. Запускаем его плагин и запускаем подключение дочернего устройства. Через секунд 30 шлюз обнаружил и подключил новое устройство. Картинка для него, по крайней мере для этой версии, корректная на две линии. Автомат появился в списке подключенных к этому шлюзу дочерних устройств. Также он отображается в общем списке устройств системы. Имеется и свой плагин, управление тут самое простое. Можно включить и выключить. Есть планировщик задач, где можно задать время и день недели в который автомат включится или выключится. Удобно использовать для периодических задач. Меню настроек, тут все стандартно. Кстати, несмотря на то, что тут указана поддержка в Google Home, в моем случае автомат там так и не появился. Хотя обычно с такими устройствами проблем с пробросом нет. Есть меню обновления прошивки, актуальная версия на дату обзора 1.01. Автоматизации в Tuya Smart могут иметь ручной запуск, либо отслеживать изменения внешних параметров, в том числе и состояние устройства. Автомат может работать в таком режиме, как триггер автоматизации, которое может запускаться при его включении или выключении. А действием автоматизации может быть запуск ручного сценария, отправка уведомления, либо изменение состояния устройства. Также можно установить задержку выполнения действия. В таком качестве автомат тоже может включаться, выключаться, либо переключать свое состояние на противоположное. Работа автомата сопровождается довольно громкими демоническими звуками. В ручном режиме как обычный автомат. Механизм блокировки включения. Устройство теперь не включается. Возвращаем блокиратор на место. Автомат снова работает. Скорость работы при управлении через Tuya Smart. Для работы с Home Assistant есть несколько путей, например через штатную интеграцию Tuya. Ссылку на урок я оставлю в описании под видео. Устройство автоматически появится в системе при подключении, при этом он будет работать и тут и в штатной системе. Скорость работы в таком режиме, все быстро без заметных задержек. Можно и отвязаться от облачных решений и подключить автомат локально, например через SLS шлюз. Процесс подключения стандартный, автомат залетает и корректно распознается штатным конвертером. Его номер 26. Три рабочие сущности, качество сигнала, время последнего отклика и состояние. Все отрабатывается корректно. Home Assistant управление происходит через интеграцию MQTT. Сенсоры качества сигнала и последнего отклика по умолчанию деактивированы. Обнаружил одну особенность, связанную с обратной связью от автомата. Если включить его вручную, то статус в системе обновляется очень быстро, почти сразу, а если выключить, то проходит некоторое время порядка 20 секунд. Также автомат можно подключить через ZigBit MQTT. Актуальная на дату обзора версия 1.22.1.1. Запускаем режим сопряжения и практически моментально подключается автомат. Тут кстати решили использовать другую картинку от 4-х канальной версии с антенной. Из управления доступно только включение и выключение. С обратной связью тоже, включение обновляется почти сразу, а выключение с небольшой задержкой. Home Assistant тоже работает через MQTT. Это осталось от теста с SLS, удаляем. В остальном все аналогично, включая особенность с обратной связью. Для теста я собрал вот такой стенд. Тут использован более мощный провод, на цвет оплетки не обращайте внимания, это всего лишь тест. Проверяем корректность подключения. Перед собственно самим тестированием, я решил немного прогреть автоматы, тем временем кратко рассказать о принципах их работы. Устройства этого класса предназначены для защиты электросетей от перегрузки, которые возникают при протекании больших токов. Защитный контур состоит из двух частей, электромагнитной и тепловой. Электромагнитный расцепитель срабатывает мгновенно, когда через обмотку электромагнита протекает слишком высокий ток, такой например который возникает при коротком замыкании. Пределы срабатывания электромагнитного расцепителя можно определить по маркировке. Например, на входе моего стенда стоит автомат B32, где B класс, а 32 ток нагрузки в амперах. Предел срабатывания электромагнита реле для автоматов класса B это от 3 до 5 токов нагрузки, в данном случае от 96 до 160 ампер. Герой обзора имеет класс T16, для него предел составляет от 5 до 10 токов нагрузки, то есть от 80 до 160 ампер. Из-за разницы в классах, верхний предел у них одинаков, хотя 1 на 16 ампер, 2 на 32. В домах обычно ставят автоматы класса C, хотя в некоторых случаях и B, так как некоторые устройства, например мощные LED светильники или электродвигатели, при включении создают высокие стартовые токи, которые могут привести к срабатыванию более чувствительного автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая начинает греться, когда ток превышает допустимый. Собственно для этого я и решил сделать предварительный прогрев, так как через установленный в щиток автомат, течет ток подключенной нагрузки. Время срабатывания тепловой защиты указано в графике из инструкции к автомату. Как видно при единице, то есть токе нагрузки автомата, время сработки защиты может занять не один час. Чем выше ток, тем быстрее нагреется и сработает пластина. К сожалению, в домашних условиях я несколько ограничен в возможностях при полноценном проведении таких тестов. Я решил проверить вот эту точку 50 секунд при полуторном токе, это 24 А. Справедливости ради должен отметить, что это нижний предел по времени, верхний находится где-то в районе 1000 секунд. Прогрев пластину токами от 16 до почти 20 А, приступаю к основному тесту. Не рекомендую повторять его дома, особенно в квартирах, я делаю его на свой страх и риск. Напоминаю, бытовые розетки рассчитаны на нагрузки до 16 А. Тестовый ток более 25 А, это больше чем в полтора раза от тока нагрузки. Мощность более 5,5 кВт. Во время всего теста я был готов его в любую секунду прекратить и внимательно следил за всем происходящим. Еще раз, не рекомендую проводить такие тесты дома. Продолжение следует... Нижнюю границу в 50 секунд пересекли и автомат пока не отключился. Вообще для автоматов C16 нормально считается отключиться в течении минуты при токе 24 ампера, т.е. 1,5 ампера. Минута 40, вдвое больше чем нижняя граница. В целях безопасности я прекратил тест, это не значит что автомат не работает в принципе, верхняя граница у него выше, но есть большая вероятность что проводка начнет плавиться быстрее чем он сработает. Герой обзора по задумке представляет собой стандартный защитный автомат, в который добавили моторчик и беспроводный интерфейс. Его задача включать и выключать, с которой он справляется нормально и защищать сеть от перегрузки, тут есть нюансы. Очевидно что фактическая граница теплового срабатывания по крайней мере моего экземпляра не менее чем вдвое выше заявленного нижнего предела. Для бытовых целей версии на 16 ампер может быть многовато, но менее мощных в линейке нет. Информация в обзоре представлена как есть, я рассказал все без утайки, решение о использовании таких устройств принимать вам. На этом все, если видео было вам полезно и интересно ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok